Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции – ремонт СССР для перевозки нефтепродуктов. Значит, перед началом ремонта СССР, независимо от перевозимого груза, ее подвергают очистке, пропарке, промывке и дегазации на специально промывочно-пропарочных станциях. СССР очищают на этих промывочно-пропарочных станциях железных дорог, которые оснащены специальными устройствами и специальным оборудованием. Они имеют соответствующее путевое развитие, производственное сооружение и средства технологического оснащения. В данное технологическое оснащение входят эстакады, вакуумные установки для удаления остатков грузов, установки для промывочной воды и конденсата сотлов, источники водоснащения, получение горячей воды и пара. Также данное технологическое оборудование входят насосные станции для подачи моющего раствора и воды, резервуары для хранения клип-продуктов и моющих растворов, отстойники, сеть трубопроводов, вентиляционные и компрессорные установки, очистные сооружения и канализация. Полный цикл обработки СССР предусматривает удаление остатков грузов с предварительным подогревом паром, плясских продуктов и целью их размягчения, и также горячую промывку или пропарку, а затем просушку. Механизированные линии промывки таков работают на автоматическом режиме по заданным циклам. По заданным циклам. Значит, теперь, после, как я вам уже говорила на лекциях по технологии ремонта вагонов, цистерны, которые двигаются в промывки и пропарки, есть еще такая обязательная операция для всех цистерн, это дегазация. Дегазация котла, ее выполняют для снижения концентрации взрывоопасных продуктов и осуществляют естественным проветриванием при открытой крышке люка и при открытом сливном приборе при помощи комбинированного прибора от компрессорной установки или вентилированием с переносными пароэжикторами. После дегазации газовоздушную среду в котле проверяют с помощью газоанализатора. Дегазация обязательно перед постановкой цистерн в ремонт с выполнением сварочных и клепальных работ. По итогу проведения дегазации на котел цистерны, вагон цистерну, составляется акт формы ВУ-19, который как раз и подтверждает, что на данном вагоне можно производить сварочные и клепальные работы. Наружную обмывку котлов цистерны с тщательной очисткой колпаков, то есть горловин люков, крышек к люкам, площадок около колпаков и наружных лестниц производят в ангарах под контурными гидрантами. Цистерну обрабатывают горячей водой и моющими растворами и с последующим ополаскиванием их чистой, теплой водой. Это весь ряд подготовительных работ перед тем, как начать ремонт вагона цистерны. После всех этих работ вагон цистерны поступает в депо для последующего ее ремонта. Значит, первая позиция. На первой позиции разъединяют тормозные тяги и с помощью мостового крана котел поднимают и устанавливают на стационарные опоры. Тележки выкатывают и подают в тележечный участок для их ремонта. Цистерны снимают автосцепки и заменяют поглощающие аппараты с помощью подъемника с гайковертом. Ставят поддерживающую плиту и закрепляют ее болтами. То есть вот эта плита, которая устанавливается после снятия и замены поглощающего аппарата. Значит, устанавливают центрирующие приборы, краном устанавливают клинья и автосцепки и закрепляют их болтами. Затем под котел подкатывают отремонтированные тележки и уже дальше цистерна на своих тележках передвигается на вторую позицию. Значит, на второй позиции коррозионные участки в доступных местах на раме и котле зачищают пневматической щеткой, а в труднодоступных местах скрепками или ручной металлической щеткой. Дальше, на этой же позиции, на второй позиции снимают клапаны и сливные приборы и отправляют их в специальное ремонтное отделение. Все элементы рамы заменяют неисправные детали, требующие ремонта с отъемкой. После всех этих проделанных работ, зачистки, снятия клапанов и приборов сливных, цистерна поступает на третью позицию. На третьей позиции разделывают и заваривают трещины на раме, подгоняют и приваривают усиливающие накладки. Котел цистерны подготавливают к ремонту, а затем на нем проводят сварочные и клепальные работы. Трещины на котле перед заваркой разделывают с наружной стороны, затем заваривают в два слоя. Очищают от потеков брызг, вырубают до чистого металла с внутренней стороны и накладывают изнутри в контрольный шов. Во всех котлах волнорезы удаляют независимо от их расстояния и вновь уже не устанавливают. Значит, котел цистерны – это грузовой вагон, на котором трещины заваривают с двух сторон. И на одном другом грузовом вагоне и на раме трещины с двух сторон не заваривают. Трещины заваривают с одной стороны, причем трещину сначала засверливают по концам, для того, чтобы она не пошла дальше. Затем трещину вырубают под углом 60-65 градусов, заваривают трещину и после этого устанавливают усиливающие накладки. Накладки могут быть односторонними, могут быть двусторонними. Накладка должна перекрывать трещину на 100 мм со всех сторон, то есть 10 см, и накладку приваривают обратным ступенчатым способом во избежание перегрева. Вот на данном слайде вы можете видеть неисправности цистерны, которые она может получить в процессе эксплуатации. Все эти неисправности и дефекты в процессе ремонта устраняются. Значит, после разделки и заварки трещин вагон поступает на четвертую позицию. На четвертой позиции меняют приборы автотормоза, ремонтируют рычажную передачу и испытывают на плотность работу приборов. После ремонта ставят сливные приборы и клапаны с помощью слесарного инструмента, а после сборки испытывают под соответствующим давлением. Операции испытания проводятся на пятой позиции. Значит, на пятой позиции проводят испытания котла цистерны на плотность, для чего наполняют котел сжатым воздухом под давлением 0,5 атмосферы. И все сварные швы обмыливают для того, чтобы определить, где может возникнуть утечка. Котел выдерживают под давлением в течение 15 минут, обстукивают швы и подозрительные по утечке места котла тщательно осматривают. При этом цистерны с нижним сливным прибором на 10 минут отставляют под давлением с открытой нижней частью, то есть с открытой заглушкой сливного прибора, чтобы проверить плотность их прилегания. Результаты испытания записывают в специальный журнал. Ну и последней, шестой позицией является позиция окраски. На данной позиции цистерну окрашивают, сушат, наносят знаки и надписи на раме и котле, затем сдают отремонтированную цистерну приемщику вагону. Ну вот я вам представила весь процесс ремонта цистерны на шести позициях. По итогам лекции я предлагаю вам ответить на контрольные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если сейчас есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте.